Всем привет! С вами Денис Кожер. В этом видео рассмотрим, как создать материал луж, используя процедурные карты. Если вы хотите больше интересных видео, то подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. На создание этой сцены я вдохновился одним из англоязычных авторов. Там он делал V-Ray и очень долго. Здесь же я хочу вам показать способ создания таких луж в короне. С помощью карты шумопроцедурной и все это довольно быстро делается. Тут абсолютно ничего сложного. Создадим материал самого нуля. Для этого я включу интерактив, чтобы вы наглядно могли видеть то, что происходит. И применю вот такой вот простой материал бетона. Вот как он выглядит. Все довольно просто. Я его назначаю на поверхность, на которой планируется создать лужи. Сейчас он должен отобразиться. Вот, все, у нас поверхность, никаких луж нету. Я сделаю сейчас экспозицию чуть побольше, чтобы вы более наглядно могли это видеть. Дальше нам потребуется создать составной материал. Для этого можно просто правым кликом мыши перейти в материалы Corona, Corona Layered MTL. Вот этот материал, который стандартно здесь появляется, его никуда убирать не будем. Будем использовать его как материал воды. Отсоединим на время. Здесь я сразу подпишу, чтобы было более наглядно и понятно. В Base Material отправляем материал пола. Я напишу, что это floor. Вот он, Base Material. И не забываем назначить данный материал на поверхность. И сейчас, по идее, ничего не должно поменяться. Далее добавляем материал воды. И сейчас все должно стать белого цвета. Серого, если быть точным, как этот материал. Далее у нас задача создать маску, роль которой будет исполнять процедурная карта шума. Maps General Noise. Проще всего и нагляднее такие карты настраивать вначале в диффузном цвете, чтобы сразу видеть, что мы получаем по размеру, по типу рисунка. И потом отправлять данную карту в маску. Сейчас даже можно сделать более каких-то ярких, насыщенных цветов. Чтобы было прям вообще наглядно-наглядным. Так, сейчас у нас не сильно заметно из-за того, что очень большое сглаживание за счет понижения параметров Noise Threshold. Хай понижаем до 0.5. Лоу до 0.49. Контрастность в карте повышается. Я открою еще вот такую вот превьюшку, чтобы вы могли видеть сразу, как ведет себя карта. Вот. В принципе, меня такой размер Lush устраивает. Если нет, то можно поменять размер здесь. Далее я хочу, чтобы рисунок был поинтереснее. Для этого можно сделать режим Fractal. Ну, размер мне предыдущий больше нравился, поэтому я сейчас увеличу. Fractal он более такой хаотичный. Менее гладкий. Дальше. Если поверхность только-только намочили, у нее будут более четкие явно выраженные края. Если поверхность уже немножко успела высохнуть, то края должны быть чуть более мягкие. И для этого я уменьшаю параметр Low с очень сильного контраста до чуть более умеренного. Сейчас должны появиться такие, да, высветления. Что как раз будет соответствовать тем участкам, которые уже успели чуть-чуть подсохнуть. Цвет можно вернуть на черный. И маска готова. Сразу подпишем эту карту, что это маска. И можно ее отправлять в слот с маск 0. Сейчас мы должны наблюдать ситуацию, в которой часть пола стала бетонной. А в тех местах, где был красный цвет, мы ожидаем появления вот этого материала. Но сейчас эффект ровно противоположный. И для того, чтобы это поменять, надо добавить карту Output. И инвертировать полученный результат. Переходим здесь в параметр Output. Invert. И можно даже подписать для наглядности, что этот слот это инвертирование. Я сейчас даже сделал вот этот материал красного цвета, чтобы вы видели, что все сработало так, как мы этого хотели. Лужи в тех местах, которые ожидалось. Далее надо настроить сам материал. Маску мы сделали. Здесь я просто выключаю Diffuse. Поднимаю Reflection до 1. Так как это вода, Fresnel IOR поставим 1.33, что соответствует индексу отражения воды. И Glossiness можно убавить до 0.94-0.97. Я даже сейчас открою здесь вот такую превьюшку, чтобы вы видели, как выглядит наш материал. Сейчас у нас четкие отражения. Надо поменьше их сделать. 96. Вот в этих местах она чуть-чуть будет искажена. И здесь мы видим уже что-то похожее на лужи, но не до конца то, что бы мы хотели видеть. В реальной жизни здесь не просто черный цвет, а текстура пола, в данном случае бетона, которая под слоем воды смотрится немного темнее. И этот эффект я хочу сымитировать с помощью карты Mix. Для этого я вытаскиваю текстуру Diffuse, которую использовал в материале бетона. Выглядит она следующим образом. Я ее пропускаю через карту Output, для того, чтобы сделать темнее. И присоединяю в слот 1. Давай. Готово. Дальше я указываю маску как Mix Amount. И теперь важно посмотреть именно на данную карту Mix. Мы видим, что в тех местах, где у нас были предполагаемые лужи, сейчас проступает материал бетона. И он должен быть немножко темнее, как мы уже договаривались, под слоем воды. Поэтому я включаю кривые. Здесь делаю безе-корна. И здесь чуть-чуть опускаю кривые, чтобы как раз-таки добавить вот это вот затемнение. Да. Оно получается. Можно его сделать еще чуть сильнее. Вот так, например. Но это все делайте на глаз, по своим ощущениям, как вам больше по вкусу. И оставшиеся части не должны быть белыми. Иначе это будет смотреться странно. Вот эти вот белые пятна. Как будто это не высохшая вода, а такой высол остатки соли. Поэтому я делаю второй цвет черным. И теперь ждем обновления. Так, это выглядит уже более правдоподобно. Хорошо. Затем добавляем еще небольшую карту шума в слот бамп. Для того, чтобы сделать чуть-чуть разнообразнее эту поверхность. Бамп будет небольшой. Буквально, может быть, 0.3. И размер, опять-таки, можно смотреть через какую-нибудь карту. Или даже материал Corona MTL, назначенный на данную поверхность. Туда подключим в diffuse данный шум. И опять, для того, чтобы лучше увидеть размер, я опускаю Noise Threshold до 0.5. Low значение до 0.49. И теперь уменьшаю размер. Вот так вот выглядит данная карта. Меня, в принципе, это устроит. Поэтому я обратно возвращаю короновский материал составной. Его можно также подписать, что это лужа. Лужа. Ура! У нас есть материал луж, который делается довольно просто. Сейчас я хочу еще раз подытожить и более подробно прояснить, может, какие-то моменты. Есть материал основания. Это будет бетон, асфальт, неважно. Далее он назначается в составной материал. Слот Base Material. Второй слот занимает материал воды. Далее создается маска, которая определяет, в каком месте будет чистый сухой асфальт, в каком месте будет мокрый. Затем эта маска инвертируется, так как в тех местах, где у нас белые части, там проявляется как раз-таки второй материал. Там, где черные участки, там остается Base Material. Далее, эту же маску мы используем в ноде Mix, в которой смешиваем текстуру бетона или какого-то еще там основания вместе с черным цветом. И решает, как эти два цвета будут смешиваться, как раз-таки наша карта Noise. Собственно, на этом все. Единственное, что мы добавили в материал воды, еще карту шума на выдавливание, чтобы добавить небольшой рябь на поверхности. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Оставляйте свои предложения. Для этого переходите по ссылке в описании под видео в группу ВКонтакте. Я всегда буду рад вашим идеям. И до встречи в следующих видео. Пока!